О, Александр, здравствуйте. Здравствуйте, что ставили нарушителя? Да, конечно. Шар-такси? А? Шар-такси, говорю. С вместе шар-такси. Рады вас видеть, вы опять в Одессе. А мы с вами недавно, помните, встречались на Перекрёстке? Не помню. Не помните, как ярмарочный Майдан. А, да, да. Вспомнили? Да. О, видите, как у вас дела? Нормально. Нормально? А что таксисты? Плохо себя ведут? Ну, как, просто вы понимаете, я всё пережил, понимаем. Ну, проехать с светофора, опять же, на красный сигнал, мы выезжаем возле заправочки БРСМ, выезжают на красный сигнал светофора. Я всё понимаю. Ну, где-то жёлтый, моргающий и так далее. И так далее, и того подобного. Я извиняюсь, вы же таксист, да? Шар-такси. Брали его, не вам. А вы правда проехали на красный или нет? Я не шар-такси, это когда ты работал в шар-такси. Вы правда на красный проехал? Я завершал на жёлтый. А ну вы зафиксировали, всё показали ему, да? Они вам показывали видео? Ну, никто мне ничего не показывает. А говорят, что нельзя. А что нельзя? Камера под паролем я не мог посмотреть. Серьёзно, Александр. Ну, мне всегда показывают. Александр, мне не могу. Ну, вот так, я не могу. У меня нету доступа к... Ну, а как мне показывают всегда видеофиксацию, когда останавливают полицию сюда? Это только мне показывают? Получается, только вам, наверное, показывают. Слышите, а вы просили видеофиксацию? Естественно. А вам уже выписали постановление? Вот выписали, я прошу комментарии свои оставить. Вот здесь оставляйте. Что здесь я могу оставить? Я вам предложил предоставить чистый лист. Чистый лист. Пояснение можете на чистом листочке написать без проблем. Вместо вот этого писанина они по остановлению приколят, чтобы вы знали. Ну, когда начинают уже движение пешеходы, и ехать всё равно на свой, красный запрещают, но это неправильно. Он говорит, что он приезжал на жёлтый. Не было там ни пешеходов, ни машин, которым бы я... А как видео можно увидеть? Обращайтесь в управление патрульной политики. А сейчас никак нельзя? Сейчас я не могу перестать. Ясенец, как вас зовут? Евгений. Евгений, скажите, вы поясняли ему, что вы проехали на жёлтый в связи с тем, что вы завершали манёвр? Да. Вы говорили это инспектору? Он вам пояснил. То есть вы его остановили, говорите, вы нарушили. Он говорит, смотрите, я проезжал, я завершил манёвр на жёлтый. Следовательно, я пользовался пунктом правил, который мне позволяет это делать. В чём же нарушение? Если есть видео, вопросов вообще быть не может. Я хочу сказать, раз настала такая ситуация, я ещё пойду к водителю Мерседес Вита, который заехал в тот переулочек, и возьму у него ещё детальное... Я не понимаю, почему вы этого не сделали до составления постановления. И возьму у него детальное пояснение. Так это надо делать сразу. Это вот присос... Смотрите, что такое рассмотрение... А не нужно мне рассказывать, когда это нужно делать. Александр, ну вы начинаете уже немножко переходить к грани. Где грани я перешёл? Я вам поясняю, что рассмотрение административного дела... Давайте мы сейчас закончим с данным водителем. Так с ним уже закончили. Он уже всё... Вы на него всё выписали, при этом нарушили все его права. Сейчас, я заберу копию постановления. Я просто посею ему. А со мной не о чем разговаривать абсолютно. Ну почему? Я хотел бы с вами пообщаться. Да нет смысла, вы меня не слышите. Да ну как это? Ну смотрите. Это вы меня не слышите. Вы на него составили постановление, при этом нарушили все его права. Я скажу какие, а дальше вы смотрите на своё усмотрение. Вы не дали ему ознакомиться с правонарушением, видеофиксацию не предоставили, плюс не отобрали те пояснения, о которых вы сейчас говорите. Я сейчас принципиально пойду и заберу... Это надо делать в рамках рассмотрения. Я закончил. В рамках рассмотрения административного дела. У нас есть видео данного правонарушения. Он может это увидеть? Я вам объясню. У меня нет возможности предоставления воспроизведения. Слушайте, ну это бред. У всей полиции на Украине есть. Мне показывают все всегда и всегда достают регистратор и показывают, а вы не знаете пароль. Четыре нуля пароль. Четыре единицы пароль. У нас нету на видеорегистраторе цифр. Ну хорошо, а какой тогда пароль там? Где, куда? Я не знаю. Давайте попробуем посмотреть. Давайте возьмем. Это нужно обращаться в IT-1. Вы же понимаете, что это полная ерунда. А все полиции по всей Украине показывают с бодикамом видео без проблем. А вы говорите, я нет, нет, нет. Потому что что? Потому что что-то здесь не так, правильно? Предоставите мне. А? Вы предоставите. Я вам объяснил, что видео я вам предоставлю в управление патрульной полиции. Вы расписываетесь в копии? А почему не сейчас? Что? А почему не сейчас? Сейчас нету возможности воспроизведения данного факта вашего правонарушения на месте. Пояснение свидетеля можно попросить. А пояснение свидетеля можно? Вы же сказали, вы там возьмете, если надо. Ну вот надо. Скажите мне честно, я что-то неправильно говорю. Вы? Да. Я, вы понимаете, мне тяжело с вами общаться. Я вам объясняю одно. А вы вот смотрите только свою точку зрения и все. Вам тяжело что-то объяснить. Вы вот, у вас ограниченный круг видимости. У меня? Да. Хорошо, послушайте водителя, его просьба. У него тоже ограниченный? Можно ознакомиться с показаниями свидетелей? Показаний свидетелей нет. Нету показаний свидетелей. Так только что же были на видео свидетели, вы говорили о том, что есть при необходимости, я сейчас пойду возьму. При необходимости, я не вижу необходимости. Так водитель просит вас ознакомить. Это не есть ли необходимость? Нет, водитель это не бесправное существо. Это не бесправное. Ну так пойдите навстречу, покажите, раз человек не согласен. У меня есть фото-видео фиксации, этого будет вполне достаточно. Я вам разъяснил, что обращаются в управление, предоставляют факты его правонарушения. О чем дальше у нас с вами идет диалог? Вы начинаете вспоминать свидетелей, вы начинаете рассказывать, выгораживать данного водителя. Я посмотрел бы, как бы вы говорили, если бы из-за вашей деятельности данный водитель совершил на этом перехрестке наезд на пешехода. Из-за моей? А моя деятельность в чем может повлиять на то, что он может кого-то сбить на пешеходном переходе? Я как могу на это повлиять? Я с ним не сидел, с ним не ехал, я не рулил. Я вам еще раз говорю, вы меня плохо слышите. Водителя необходимо наказать, если он нарушил, но исключительно в рамках закона. Я это требую как гражданин, это нормальная позиция. Что в моей позиции не так, скажите мне? Какая моя деятельность направлена на то, чтобы водитель избежал данное правонарушение, если постановление уже составлено, вы уже на него составили? Я вам просто говорю о том, что вы сделали это абсолютно незаконно, и, как только вы говорите, корнецкую мову, нехтую его правами. Вот и все. Я не вижу вашего содействия, как полиция. Ну как это вы не видите? Ну а как я должен давить, если я? Я не вижу. Посмотрите, вы, я извиняюсь за вооружение, рядом со своим членом повесили значок. Это какой-то, вот я вижу напарник ваш, он адекватно его вешает. Вы, я вижу, считаете, наверное, себя выше закона. Я не считаю себя, у меня нет специально оборудованного места. Так у него нет, он нашел способ, на яйца он не вешает значок, а вы нормально повесили. Я еще раз говорю, это опять же, это все принижает службу полиции в целом, понимаете? Не говорю, что вот эти все ваши действия, вот эти мелочи, на это все влияет общее. Я смотрю на полицейского, я вижу, куда он вешает значок. Я примерно понимаю, куда скатились его знания. Вот они и есть, понимаете? Ну что, я неправильно говорю? Вы считаете, это нормально? Ну это ваше мнение. Ну как это мое мнение? Есть форменная одежда, есть на сайте полиции, есть внешний вид полицейского. Как он должен выглядеть? Нету там значка полиции на яйцах, нету, я смотрел. Он должен висеть в районе груди, понимаете? Ну никак не на яйцах. Вам все равно, вы считаете себя, как в армии были деды, которые там спускали пояс, штаны опускали. Ну разве это красиво? Скажите мне. Я должен присмыслиться к вашему мнению и его перевесить? Почему нет? Вы считаете меня не тем человеком, к мнению которого надо послушать? Я считаю вас тем человеком. Ну так почему бы и нет, если действительно есть сайт? У меня есть мое руководство, которое будет мне указывать. Вы не правы, вы не правы. Смотрите, вы не слушаете руководству, это ошибка. Ну как это? Но это ошибка ГАИ, старого ГАИ. Вы служите народу, людям. Я народу слушаю? Правильно, вам народ в лице меня говорит, слушайте. Это некрасиво, когда моя полиция... Мы же не в каменном веке живем, нужно как-то целесообразно обращаться. А я как-то нецелесообразно обратился к вам? Что по поводу замечания? Вам оно абсолютно, да, как об стенку горохом? Не имеет никакого вообще смысла вам говорить о том, что это некрасиво так ходить со значком, да? Ну хорошо. Все, всего доброго. Александр, вы хотели с нами еще поговорить? Мне все понятно, спасибо. Жалко? Я говорю, зря. Зря, что я с вами еще не пообщался? Да, так хотелось бы продолжить. О чем? Не знаю, может у вас есть вопросы? Да, есть. Когда вы значок с яиц перевесите на нормальное место? Удачи вам. Я бы вам посоветовал, конечно, подъехать все-таки в управление и посмотреть вот это видео, про которое он говорит. Я более чем уверен, что там нет никакого видео, потому что если бы оно было, они бы вам наверняка его показали. Если вы действительно проезжали и заканчивали маневр на желтый свет, это не является нарушением, и постановление вам это отменят в админин практике. Здравствуйте. Подскажите, а с кем можно пообщаться по поводу постановления? С вами, да? Скажите, во-первых, у нас как бы, ну, первый раз сталкиваемся вот с подобным постановлением, это нормально, да? То есть это, ну, как бы, это новая какая-то практика полиции? В смысле новая? Ну, вот такие бумажки, как в сельпо. Это постановление, это постановление, электронное постановление, да? То есть инспектор задумает планшет, и вы даете полутора. Нет, мы просто первый раз, хорошо. Смотрите, у меня не стоит вопрос жаловаться, у нас стоит вопрос объективно разобраться. Вот у нас есть человек, он работает в такси, для него это сумма значимая, поэтому он специально приехал сюда с другого конца города, как вы видите, для того, чтобы по-свежему разобраться, как так произошло, что. Его права не были соблюдены, во-первых, что в постановлении мы это видим ярко. И плюс ко всему он не нарушал, то есть он готов дать пояснение, не готов разобраться. К сожалению, инспектора на месте, его объяснение не приняли. Доступа к видео, который, ну, водикам, да, которые снимают. Да, действительно, сеть в водикам в камере запаролен, и для чего? Для того, чтобы инспектора не могли удалять никакое видео. Мне неоднократно поканивали, когда останавливали. Ну, бывает, у инспекторов есть доступ, бывает, что нет. Здравствуйте, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как это видео получить? Видео не получилось, сколько здесь мы выводим, то это не работает. Стоит на двух недель. А как выяснили, если у меня через 10 недель? Ну, за, ну, так, у меня 2 недели на распутывание заявления. Можешь вискарить, а могу через... А с сихом? А с сихом? Да. А с шесть, я там что-то. Только идти и сделала. Ой, там, что я проходила, но я с этого не знаю, что я послала. Подождите, пожалуйста, по одному, так сказать, можно вот как-то выйти, чтобы девушка с одним человеком разобралась, а потом по одному? Ну, нет. А как она? Хорошо. Гаречка, не кричи, ты. Ну, хорошо. Тысячи человек, понимаете, не должно так быть. Это стоит над головой очень неприятно. Не должно так быть? Не должно так быть. У нас тут документы, мы не можем за каждым следить. Я не могу следить. Мы приехали для того, чтобы помощь нам оказали. А, понимаем. Мы еще попросили, там написано по одному. Так, на заборе тоже написано. На заборе, на учреждении написано. Не было, мы сейчас не было, мы будем здесь. В чем проблема? Пишите, ставьте, ставьте, ставьте. Наши, а про что? 270. У нас вопрос неверного постановления о том, что у нас ситуация такая. В процессе обжимания, они сказали, что если вы хотите посмотреть видео, нужно... Я не знаю, что они говорят. Я говорю, я абсолютно серьезно. Я тоже не шучу, я не знаю. Я говорю, я абсолютно серьезно. Мы как вам лучше. Как вам будет все сборное следить? Это через неделю, через день. К вам пройдутся сроки. Вы оплатите штаб. Николай, у меня полиция. А как так на правду следить, я не могу понять. А если вы... Я говорю, пишите старшую... Значит, вот здесь вы пишете по этому взроску. Прошу сохранить всю запись, которая была. Пишите сегодняшнюю дату. По адресу, такой вот адрес. Вот здесь постановление у вас есть. Где? Прошу. Вот точно переписываете, дату подпиставите. Собственно. Шапку пишите, имя, фамилия, от кого от себя пишите. Здесь пока ничего не заполняете. Вон там пример я потом покажу. Заполните. Не пишите, что же вам. Распишите. То есть, если не осматриваются, то это по почте? По почте, да. Или мы не... Нужно звонить каждому числу. Нет, счет тогда человеку. Мы не писали там же телефоны. Спасибо большое. Всего доброго. Спасибо. Значит, смотрите. Что мы сейчас... Значит, это копия того, что мы написали. Она остается у вас. Это входной штемпель. Значит, сроки по этому поставлению пока приостанавливаются. То есть, вы сейчас не платите ничего, никуда не идете. У вас вот эти 10 дней, которые вам рассказывали, они пока приостанавливаются. И мы ждем ответа от полиции. Полиция должна нам дать два ответа. Одно по поводу видео, предоставить нам для того, чтобы мы его посмотрели. Второе по поводу этой скарги, к которой мы написали жалобы. То есть, они должны рассмотреть все события, которые мы изложили здесь, и принять решение, было ли нарушение или не было по тем фактам, которые мы изложили. Все. Вы получаете ответ либо с отменой этого постановления, либо с удовлетворением постановления, после чего, опять же, есть 10 дней, но уже для обжалования в суде. Это другая история. Мы будем держать с вами связь, и дальше будем смотреть, что полиция примет, какие меры.